В областной столице ходовые испытания проходит троллейбус на автономном ходу. Какие конструктивные особенности у новой машины, когда троллейбус появится в городе и на каких маршрутах, расскажет Борис Пучков. Во Владимире уже несколько дней ходовые испытания проходит троллейбус на автономном ходу. Новая машина вызывает неподдельный интерес у владимирцев. Ее фотографируют, ей интересуются. Но больше всего владимирцев интересует вопрос, после успешной обкатки, по каким маршрутам будет следовать эта машина? Вся уникальная начинка этого троллейбуса наверху. На крыше установлены гелевые аккумуляторы. Именно они позволяют безрогому троллейбусу передвигаться своим ходом там, где нет контактной линии. По словам главного инженера компании Владимир Пассажир Транс Михаила Сонина, первая и основная задача такой машины – экономия электроэнергии. Передвижение своим ходом без подключения к контактной линии позволит компании-перевозчику экономить до полумиллиона рублей в год. С учетом автономного хода экономия можно ставить до 50%, если активно работать на аккумуляторах. После того, как было проведено переоборудование, сейчас проводим испытания данного троллейбуса. У нас таких три в парке. Что было изменено в этом троллейбусе? Во-первых, силовые схемы оборудования. При этом тяговый двигатель остался прежним. На троллейбусе установили новый электронный привод совместного производства «Челябтранссервис» и молдавской фирмы «Информбизнес». В завершение поставили 42 батареи аккумулятора на крыше троллейбуса и под полом. Стоимость всех переделок составила полтора миллиона рублей. Выводы положительные. Мы проезжали до 15 километров с нагрузкой, причем даже с печами. В зимнее время сейчас тепло на улице, а на прошлой неделе было холодно. Мы работали с печами на автономном ходу. В общем-то, испытания дали положительный результат. Если на прошлой неделе во время испытаний безрогий троллейбус ездил в сторону загородного парка, то на этот раз он проследовал от Золотых ворот до улицы Куйбышева. Преимущество машины видно неуоруженным глазом. Авария на улице Безыменского. Столкнулись два автомобиля. Семерка «Жигулей» влетела в фонарный столб. Объехать вторую машину, которая встала посреди дороги, обычный троллейбус не смог бы. На этом преимущество не заканчивается. По словам Елены Ларионовой, а за ее плечами 35-летний стаж вождения, этот троллейбус уникален буквально во всем. Мягкий ход, мягкое плавное торможение. Где авария, где снятие напряжения. Троллейбус снимает штанги и вперед. Пока у Владимира пассажир транса три безрогих троллейбуса. Если испытания будут проходить так же успешно, то парк подобных машин расширит до 7-8 единиц. По словам Михаила Сонина, новый троллейбус на улицах Владимира появится в январе 2016 года. В компании пока не определились, по каким маршрутам будет передвигаться троллейбус на автономном ходу. Среди вероятных направлений – Загородный парк, Юрьевец, улица Куйбышева, район 8 Юзе и даже Верезина.